Среди объектов городской инфраструктуры в городах и поселках Тверской области появляется все больше обустроенных мест для разных видов физической активности. Занятия физкультуры и спортивный досуг становятся нормой жизни для все большего числа тверичан. В частности, благодаря доступности во многих дворах и скверах появились беговые дорожки, тренажеры и турники. Ведь движение это, как известно, жизнь. А еще хорошая фигура, настроение и крепкий иммунитет. Холода – тоже не повод отказываться от занятий спортом на свежем воздухе, но подходить к ним нужно разумно. О тонкостях зимнего тренинга расскажет наш корреспондент. Занятия спортом способствуют поддержанию хорошей физической формы, улучшают работу мозга и даже избавляют от депрессии. А еще это неплохая профилактика простудных заболеваний, но при условии грамотного подхода. Помимо лыж и коньков, есть виды спорта, которые актуальны круглый год. Например, бег, потягивания на турниках или же занятия на тренажерах. Кстати, теперь для этого не обязательно даже тратиться на абонемент в спортзал. Спортплощадки теперь есть практически в каждом районе города. Можно прийти и позаниматься. А это экономия. Цена на годовой абонемент в тренажерный зал от 10 тысяч. С бегом еще проще. Главное здесь – регулярность и упорство, считает бегун с многолетним стажем тверичанин Павел Родичев. У него норма 5 километров. Спорт помогает поддерживать себя в форме, что важно для профессии летчика. Хорошее здоровье – это часть работы. Нужно преодолевать себя каждый день. Каждый день. Это большой труд. Я утром встаю и думаю, опять бежать. Мне не хочется. Но я знаю, что надо. Поэтому польза какая? Польза для организма. Дело в том, что мне сейчас 70 лет. Держу свое давление, держу свой пульс в норме. Ну и качество жизни. А тренажеры помогают разнообразить физическую активность. На спортплощадке в Южном парке, например, целый спортзал под открытым небом. Это нелегко так крутить. И бег, и тренажеры, и даже активная ходьба на свежем воздухе – все это на пользу организму, говорит спортивный врач. Рассматриваем все плюсы и минусы этих тренингов. Из отрицательных врач выделила вероятность поскользнуться и упасть. А еще короткий световой день, при котором снижается активность человека. К плюсам, чтобы я бы отнесла, это укрепление сердечно-сосудистой системы, укрепление легочной системы. Также укрепление иммунитета. Идет как закаливание. И мы можем бороться со стрессами. Заниматься спортом на улице врачи рекомендуют все же в светлое время суток. Но и вечер тоже подойдет. Правда, при температуре не ниже минус 18. Тренируясь зимой, стоит учитывать и еще несколько важных тонкостей. Разминка дома, 10-минутная, в тепле. Одеваться не хлопковую одежду вниз, а синтетику, которая будет больше сохранять тепло. Лучше, конечно, использовать термобелье. И потом уже на нее спортивные костюмы. И вдох, и выдох должен быть через нос, чтобы не было перехлаждения гортани. Тренировки не каждый день. Нужно давать отдых. Либо два дня потренировались, и один день отдых, либо через день. Тем, кто решил тренироваться первую зиму, не нужно излишне усердствовать. А надо входить в ритм постепенно. Спортсменам, у которых есть хронические болезни легких, все же стоит воздержаться от занятий на холоде. А еще нужно не забывать про питьевой режим. Брать с собой теплую воду в термосе. Вот такие простые советы помогут оставаться в форме круглый год. Без ущерба для здоровья и при минимальных затратах. Субтитры создавал DimaTorzok